Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назари. В прошлых наших передачах мы неоднократно вспоминали митрополита Антония Сурожского, вспоминали и говорили о его наследии, о его трудах, где часто митрополит Антоний говорил о христианской любви, о том, что такое жертвенность, о милосердии. И вот это христианское понимание любви, к сожалению, зачастую разнится с тем пониманием, которое мы имеем в современном мире среди подростков и молодежи. Особенно, например, проявляется это в современной попсе, где любовь связана только с чувственностью, с телесностью, и нет даже малейшего намека на жертвенность или духовность. И вот об этом понимании, что же на самом деле такое любовь, мы хотим поговорить с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской, города Самары и директором некоммерческого фонда детский епархиально-образовательный центр Иреем Дионисием Левиным. Матер Дионисий, здравствуйте. Матер Дионисий, здравствуйте. Матер Дионисий, не могли бы вы поделиться тем, что мы видим, как владыка Антоний в своих трудах описывает понятие любовь? Что такое любовь? Ну, вы уже во многом об этом сказали, что действительно у владыки Антония во многом есть такие параллели между словом «любовь» и словом «жертвенность». И мне кажется, если говорить про, тоже вы затронули этот аспект, про детей, то это один из самых таких понятных для них примеров. Это не единственное определение любви, это нужно понимать. И, кстати, многие владыку Антония за это даже критиковали. Например, я в свое время смотрел профессора Осипова, его рассуждения на тему как раз трудов владыки Антония. И у него один из таких вот моментов, связанных с критическим подходом к осмыслению владыки Антонием любви, это было как раз то, что он слишком много зацикливался на жертвенности. И Осипов даже приводит такой пример, он говорит, что, ну, вот, например, там животная кошка, например, она тоже имеет чувство жертвенности. Она, защищая своих, например, котят, будет бросаться даже на собаку. Чем же тогда человек выделяется, да, от животного? И действительно, когда мы говорим про любовь, это одно из тех состояний, которые выделяет человека из животного мира. Когда человек способен на нечто, на что, например, не способны животные. Вы сказали про чувственность, да, действительно, во многом это такое наследие животного мира в человеке. У греков есть несколько слов, определяющих слово «любовь». Это любовь, там, братская, любовь дружеская, любовь к женщине, любовь к матери, любовь к родине. У нас все одно слово – «любовь». В этом смысле русский язык немного нас ограничивает, несмотря на свое богатство и многогранность. Вот именно в определении термина «любовь» именно в русском языке мы находим такую ограниченность, потому что практически к любому состоянию, особенно сегодня, мы используем это слово. Да, например, половые отношения мужчины и женщины, независимо, кстати, даже сейчас, да, в браке или не в браке используется слово «любовь». К брату, к другу, к родине, да, вот сегодня, например, да, особенно актуальна любовь к родине, да, синоним ли это патриотизма, например. Вот. Что уж говорить про подростка, который взрослеет и растет в том числе гормонально, да, происходит гормональный рост, у него происходит изменение в восприятии этого мира, вот. И действительно слово «любовь», оно для подростка, для кого-то приобретает очень глубокий смысл. Настолько глубокий, что, например, даже юноша не может признаться девушке в любви, хотя испытывает к ней самые возвышенные чувства, «ну, вот это слово, я тебя люблю», он не может произнести. А кто-то, наоборот, бросается этим словом направо и налево, разбивая сердца и совершенно обмерщая это слово, да, и то, что за ним стоит. Вот. Поэтому с подростками действительно сложно говорить именно вот этой терминологией, терминологией слова «любовь», потому что для них это слово, которое обо всем и в то же время не о чем-то конкретном. И поэтому, да, слово «жертвенность». Вот. Если мы говорим о церкви, о отношении, например, с Христом, да, вот, то здесь тоже сложно для ребенка использовать слово «любовь», потому что ведь Христос говорит, если, Евангелие говорит, да, если ты не возлюбил ближнего, да, как можно говорить, что ты возлюбил Бога. Вот. Для подростка это сложно осмыслить, потому что в мире подростка очень много стычек, схваток, обид, предательства, измен, лукавства. То, что во взрослом мире немножко отпадает, как шелуха, вот, в мире подростка это все очень обострено. Вот. И сложно говорить о любви к Богу в этот момент. Вот. Поэтому, да, общаясь с подростками, мы стараемся использовать какие-то слова, которые помогают понять этот термин и это состояние, состояние любви. Например, ты любишь девушку, а будешь ли ты ее любить, например, если, ну, что-то с ней случится. Ты любишь… Или даже вот более, да, такой пример понятный. Ты любишь молодого человека, его призвали в зону ведения боевых действий. Он вернулся, например, раненый или покалеченный. Ты продолжишь его любить? То есть, что ты любишь в нем? Только физическое, только внешнее или что-то дальше? Есть что-то за этим, за телом, его душа, его, вот, отношение к тебе, да, тебе он близок. Вот. Поэтому мы, когда с подростками говорим, мы все-таки стараемся выходить за только одно слово – любовь. Нет ли ощущения, что вот в наше время в современном мире, в том числе среди подростков, ну, скажем, распространяются такие идеи цинизма, что на самом деле любви настоящей нет, что везде в жизни решают деньги, предательство, идти по головам, и, опять же, вступать там в семью, в брак или быть человеком нужно, ну, только, скажем, если это тебе приносит определенную пользу. Ведь, к сожалению, мы это видим, в том числе в современной, там, поп-культуре, когда это там некоторыми рэперами или исполнителями преподносится как нечто, что, ну, является престижным, что вот дает им такую, скажем так, комфортную жизнь. Как в этом плане тогда говорить о высоких нравственных ценностях, в том числе о высоком, о высокой любви, не о вот какой-то приземленной или вообще говорить о том, что она есть? Потому что порой даже от детей можешь услышать, что вроде бы подросток, ребенок, но он говорит, я в любовь уже не верю, ее нет. А вот это уже вопрос, который выходит опять за понятие, за терминологию слова «любовь», потому что, ну, слава богу, в подростковом мире влюбленность никто не отменял. И то, что любовь есть, они, несмотря на весь свой цинизм, почувствуют неизбежно. Ну, нет в мире еще ни одного подростка, который бы не влюблялся. Это неизбежно. Он влюбится обязательно. Вопрос, что случится дальше. Потому что, к сожалению, бывает очень часто так, что влюбленность влечет за собою определенные последствия, да, если говорить про отношения между юношами и девушками, и это потом накладывает свой отпечаток. Это разбивает сердца, это разбивает отношения, вот. Человек, который, например, если один из двух был не готов к более серьезным отношениям, да, к созданию семьи, он, соответственно, уходит. И вот, собственно, и тот самый цинизм, да. А как не стать циником, когда один раз ты влюбился или влюбилась, тебя бросили, второй раз ты влюбился или влюбилась, тебя опять бросили, да. Действительно сложно не стать циником. Вот. Есть другая сторона медали. Есть дружба. Слава Богу, в подростковом мире и этого никто не отменял. Вот. Дружба тоже имеет камни преткновения, да. Вы дружили-дружили, а он потом уехал учиться в институт, в другой город, и вот он уже тебе не звонит, не пишет, у него там другие друзья, и он уже не приезжает, и вы уже не общаетесь. Вот. Тоже, как тут не стать циником, да. То есть, получается, что вот этот вот внутренний цинизм, его провоцирует не только, и может быть, даже не столько поп-культура, сколько обстоятельств, в которые попадают подросток. И опять, важно, чтобы ему было с кем поговорить об этом. Важно, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы это, ну, как минимум, выговориться, а как максимум, обсудить. А это действительно вот так, и весь мир так устроен, да. Или бывает по-другому. Или бывает, что человек способен на жертвенность, человек способен на подвиг ради любви, на отречение себя самого. И тогда возникает другая, третья сторона вопроса. А ты сам был ли способен на что-то и ради кого-то? Давно ли ты ради кого-то чем-то жертвовал? Да, возвращаясь к мысли о владыке Антоне, которую он часто приводит как пример слова «любовь», да, жертвенность. Но жертвенность – это всегда от себя. Мы привыкли требовать любовь от другого человека. Люби меня. Я же вот хороший, люби меня. Нам сложно говорить «я люблю», да, «я полюблю», «я стараюсь полюбить», «я стараюсь любить», «я сохраняюсь», «стараюсь сохранить любовь», «я стараюсь быть верным». Мы все время хотим требовать любовь к себе. С жертвенностью проще. Очень сложно требовать жертвенность к себе. Но это, то есть, если требовать к себе любовь человеку достаточно свойственно, он не чувствует в этом эгоизма. Ну как, а почему, почему это эгоизм, думает девушка, что я хочу, чтобы меня любили? Я же вот стараюсь, слежу за собой, да, я хочу, чтобы быть красивой, чтобы меня любили, я что-то делаю для этого. Почему это эгоизм? То есть, тут можно еще поспорить. С жертвенностью сложнее спорить. Жертвенность – это точно от тебя, да, в свой адрес жертвенности требовать сложновато. Ты способен на жертвенность? Ты давно чем-то жертвовал ради другого человека? В тебе, значит, вот разберись, есть ли в тебе любовь к другим людям? Получается вот так. В этом плане, я помню, есть хороший пример одного священника и семинариста, который вот пришел к нему, говорит, что вот хочу найти себе жену, будущую матушку, ну вот тяжело это сделать. Он говорит, ты возьми и напиши качества, какие бы ты хотел видеть в своей будущей жизни. Он взял, значит, там много-много качеств написал, принес этот список. А теперь вот возьми и поставь внизу свое имя, что этими качествами должен ты сам обладать, который ты перечисли. И будь уверен, что Господь найдет тебе подходящую пару. То есть, действительно, это вопрос, который и подростки, конечно, должны в первую очередь задать себе. Я готов быть сам таким, каким я хочу, чтобы была моя вторая половинка. Ну вот, Дионисий, вы сказали про то, чтобы, когда мы сказали о том, как подростки становятся где-то циничные, где-то вот теряют какую-то веру. Мне кажется, тоже очень большую роль играют примеры собственной семьи, когда семья неполная, или там отец уходит из семьи, дети все это видят. И отчасти это тоже вот оставляет на них отпечаток в плане будущих отношений, в плане понимания любви. И, наверное, это тоже, скажем так, ну, серьезная работа, которую самим родителям важно проводить. Ну, несомненно, и вы в одной из передач упомянули про год семьи. Действительно, это так, и действительно, об этом много говорится. И действительно, пример семьи – это всегда определяющий пример. Но, опять же, мы понимаем, что в жизни подростка есть и другие люди, которые встречаются. И в том числе бывает так, что Господь посылает человека, глядя на которого, да, подросток по-другому воспринимает семейные отношения. Например, могу сказать про свой собственный личный опыт. Я рос в неполной семье. В моей семье не было отца с очень юного возраста, там, по-моему, года два мне было, когда, значит, они с мамой расстались. Но, например, у мамы был брат и родной, и есть, да, мой дядя. У него полная семья. И пример его отношения с супругой. Мы часто бывали в гостях, часто куда-то вместе ездили, отдыхали летом. Вот, например, в моей жизни был пример, да, таких очень гармоничных, внимательных, действительно, по-настоящему возвышенных отношений друг к другу. Ведь влюбленность и любовь, они очень сильно отличаются. Вот, да, хотелось бы об этом тоже говорить. Это больше про эмоции, больше про то, что помогает преодолеть страх, когда ты понимаешь, что отношения, они, ну, обречены на сложности. Не зря на венчание одевают венцы, которые как символ тернового венца. Да, семья — это сложно, брак — это сложно. И вы правильно сказали, многие дети видят перед глазами пример собственных родителей, ругающихся или разведенных, или еще что-то. Вот, и это пугает их, это не может не пугать при создании семьи, да. Как апостолы сказали Христу, а кто способен на такое? Не лучше ли вообще одному человеку быть тогда? Ребенок не может задаваться этим вопросом. Не лучше ли мне тогда вообще цинично, вот как вы говорите, жить одному? Но, слава Богу, есть влюбленность, которая помогает преодолеть страх. У одного очень хорошего подросткового автора, отец дьякон Илья Кокин, есть книга, она называется «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Вот эта влюбленность, она строит тот самый мост между людьми, который помогает преодолеть страх, преодолеть стену, барьер. Но дальше, дальше многие об этом не знают, не слышат. И опять же, к сожалению, многие родители и педагоги об этом с детьми не разговаривают, а об этом нужно разговаривать. Вот. И летний лагеря в этом смысле в помощь, когда вот есть возможность такого неформального общения в кругу, там у костра или перед отбоем, после отбоя, да, поговорить с подростками о каких-то ценностных вещах, о том, что влюбленность пройдет. Пройдет эта пылкость, пройдет эта страсть, пройдет эта чувственность, и дальше придет время строить любовь. И ее нужно строить, ее нужно как мостик складывать. И складывается она именно из жертвенности к другому человеку. Мы немножко больше говорим о любви между мужчиной и женщиной, ну, понятно, мы сами немножко зависимы, да, от вот этого языкового подхода к слову, да, мы тоже при слове «любовь» в первую очередь думаем про любовь мужчины и женщины. Но мы понимаем, что это же имеет, это точно так же актуально и в отношениях, например, между друзьями, да, в отношениях к своей родине, к своему месту, где ты родился, да, вот, и в отношении к Богу. «Сыне, дай мне твое сердце», — просит Господь. Что это значит, да, что Бог не господин, но Бог ждет от нас жертвенности. Жертвенности в чем? В проявлении любви, в проявлении свободы выражения, когда ты имеешь полную свободу, можешь жить как хочешь, как злодей или как святой, и ты сам выбираешь добровольный путь со Христом, проявляя вот эту жертвенность, проявляя вот эту вот любовь ко Христу. Поэтому вот эта тема, она шире, чем просто отношения между мужчиной и женщиной. Дениси, вот, опять же говоря о жертвенности, современные разные там коучи какие-то, психологи, тренеры говорят о том, что это манипуляция. То есть вот вы, как бы обвиняя нас, священников, или там в некоторой семье, что нет в здоровых отношениях, такого не должно быть, что есть какая-то там жертва, или там нужно с тобой ради чего-то жертвовать. Вы достойны лучшего, вы там должны быть всегда в центре вселенной, все должно быть только для вас, и вот все разговоры о какой-либо там жертвенности, или там о терпении, или о том, что там нужно иногда принести какие-то трудности. Или вот, опять же, многие рассказы там наших мам, и пап, и дедов тоже, и бабушек, о том, как они переживали различные сложные периоды своей семейной жизни, да, там, когда, может быть, муж там был подвержен какой-то страсти, но вот как-то жена смогла это все пережить, вытянуть, и муж исправился со временем. И вот слушаешь современных вот этих вот психологов, иногда думаешь, что, ну, человек просто не готов вообще никакие трудности переносить. Или все-таки есть какая-то доля разумности, может быть, может быть, это действительно манипуляция с нашей стороны? Доля разумности есть, это 100%, это действительно так, вот, но и доля неразумности тоже есть. Действительно, современный подход во многом диктует, что ты центр вселенной, подход к жизни, ты центр вселенной, и все должно крутиться вокруг тебя, и поэтому, пожалуйста, ребенок, не мешай мне быть успешным, да, поэтому, пожалуйста, муж, не мешай мне быть там самостоятельной, и так далее, и так далее. Но тогда возникает вопрос, зачем тебе нужна была эта семья? Для фотографий в социальных сетях или для чего? То есть ведь из каких чувств Бог творит этот мир? Из чувства любви. Из каких чувств муж с женой рожают ребенка? Из чувства любви. Если ты делаешь что-то из чувства любви, то почему в какой-то момент твоя любовь заканчивается? Ну, ты же знал, что будет дальше, да, будут сложности, но если любовь выше этих сложностей, да, значит, пытайся это в себе сохранить, что-то делай для этого, волю какую-то проявляй. Вот, поэтому, конечно, вот доля неразумности этих слов, она очень велика. Семья — это всегда ограничение, всегда. Если ты хочешь жить, не имея этих ограничений, не создавай семью. Если ты их создаешь, это всегда ограничение. Но есть и доля разумности. Она заключается в том, что, конечно, сегодня современные семьи, они отличаются от семей, которые жили там 50 и 100 лет назад. Потому что все-таки раньше семья — это в первую очередь, точнее, не в первую очередь, это в том числе очень мощный экономический союз. Женщина не могла выжить одна, тем более с детьми. Ее надо было обеспечивать. Кто-то должен был о ней заботиться. Или государство, или общество, или там община, или муж. И поэтому, конечно, для женщины 50-100 лет назад было действительно страшно уйти от мужчины, который, например, наркоман, или пьяница, или бьет ее, или изменяет. И это часто не имело ничего общего со словом «любовь». Это было просто средством выжить. Я лучше буду терпеть эти побои раз в неделю, но у меня будет кусок хлеба на столе, и мои дети не пойдут по миру с протянутой рукой. Сегодня в городах особенно этот вопрос нивелирован в какой-то мере. То есть женщина может выжить одна. Во многих семьях женщины зарабатывают больше, чем мужчины. И поэтому церковь и говорит о том, что если твой муж тебе изменяет, или если он наркоман или пьяница, или если он избивает тебя, и в этом есть угроза даже, может быть, жизни детей, допускается развод. Понятно, что развод, от этого никуда не деться. Это грех, это беда, это трагедия для семьи. Но ты взвешивать можешь на весах. Все-таки что лучше, я останусь, буду терпеть, и он там убьет меня или моих детей, или я все-таки разведусь, да, пойду на это, но ради сохранения просто здоровья даже своих детей. Я не могу осудить, например, свою маму за то, что отца, который выпивал, она отправила жить к его родителям. Она сказала, я не хочу, чтобы мои дети это видели, вот это вот пьянство, непотребство. Да, она пошла на это. Могу ли я ее за это осудить? Поэтому доля разумности, она тоже есть. И сегодня, конечно, семьи должны это понимать. Но в каждом случае он настолько глубоко индивидуален. Ну, да, я с вами согласен, что каждый случай индивидуален, и, конечно же, тоже и... Но то, что точно нужно говорить всегда и всем, и в первую очередь детям и подросткам, чтобы все-таки вернуться к основной теме разговора, это то, что семья равно трудности. Это, ну, кто бы сказал, что в учении тебе будет легко. Тебе легко будет потом, да. Кто бы сказал, что в чем-то вот, да, вот где ты себя сам ставишь в рамки ограничений, тебе будет легко. То же самое семья. Это и радость, и радость единомыслия, и радость общения, и радость доверия. Но это и сложности. Сложности, связанные с тем, что ты больше только себе самому не принадлежишь. Ты принадлежишь жене или мужу, или детям. Вот. Об этом сегодня с подростками очень мало говорят. Об этом нужно больше говорить. В том числе и в доп. образовании. Ну, да. Говорят, потому что на самом деле сами не знают, как говорить. Потому что у самих полно проблем. Нет понимания, что делать. И, конечно же, тяжело бы так детьми говорить. Так, когда я говорю об этом с подростками, я не говорю, что у меня нет проблем. Я никогда не говорю, что мы с женой идеальная пара, что мы никогда не ссоримся, что я никогда не бываю неправ, что я всегда во всем жертвую, или уступаю, или никогда не продавливаю. Я не продавливаю. Нет. Но просто нужно говорить о том, что это часть того, что тебя ждет, и это не повод для того, чтобы разводиться. Вот, например, если ты там избиваешь жену, вот это может быть повод. Но если у вас есть какие-то конфликтные ситуации, проблемные, об этом разговаривать, решать, договариваться, мне кажется, что просто родителям... Я вот, например, не знаю, насколько я смогу об этом разговаривать со своей дочерью, когда она станет подростком. Я не уверен. Но я очень надеюсь и молю Бога, что найдется кто-то другой, какой-то, может быть, священник или педагог, который с ней, с другими ребятами, может быть, из ее класса, или из ее какого-то кружка, об этом поговорит. Потому что я понимаю родителей. Я помню, например, себя подростком, когда мы только начали встречаться с моей будущей женой, отца у меня не было, мама завела меня в комнату, посадила на кровать. И у нас был двухчасовой сложный разговор о подростковом мире, о тех сложностях, с которыми сталкиваются растущие подростки, о том, что можно, что нельзя, и как себя сохранить. И на что я ерзал, краснел, бледнел, потел. Мне все это было дико некомфортно, ужасно некомфортно мне было слушать такой разговор, вести такой разговор со своей мамой. Но он состоялся. И я понимаю, что многим родителям это очень некомфортно. И многие дети, например, могли бы просто в этой ситуации встать, да хлопнуть в дверь и сказать, отстань и уйти. Вот. Поэтому, а вот разговор с каким-то значимым взрослым, с вожатым отряда, со священником, с педагогом, в кругу костра, в летнем лагере, в какой-то вот поездке, в каком-то походе, в такой вот неформальной обстановке, он порой становится возможным, естественным и даже интересным. И он открывает подростку вот какие-то вот такие зашоренности, да, и подросток чуть шире начинает смотреть на простую палитру чувств, которую он порой испытывает. Денис, ну и в завершении хотелось бы поговорить о мероприятиях, которые проводит ваш некоммерческий фонд, Деоц, о которых, может быть, мы еще не упомянули в прошлых выпусках. Да, я говорил уже, что я очень люблю анонсировать какие-то истории, вот. И этот учебный год заканчивается, у нас будет лето, будут летние лагеря, в которые мы всех приглашаем, это и военно-патриотические лагеря, и хоровые смены, и православные смены. Вот. А когда начнется учебный год, у нас всегда он начинается очень ярко, осень, это время очень важных мероприятий, которые мы проводим, тоже это открытые мероприятия, мы приглашаем всегда всех подростков. Это, значит, большой хоровой фестиваль, который мы проводим осенью и приглашаем на него гостей. Это интеллектуальная игра «Что, где, когда» для подростков, которую мы проводим для команд, которые могут помериться с такими вот интеллектуальной силой, да, силой интеллекта, силой смекалки, силой сообразительности. И мы приглашаем всегда команды к участию. Это, значит, спортивные игры, посвященные памяти одного из героев, участников специальной военной операции Максима Суслова, который мы также в Самаре проводим для областных команд и всегда приглашаем к этому подростков участвовать. Абсолютно все эти анонсы, они будут появляться в наших социальных сетях Некоммерческого фонда детский ипорхиальный образовательный центр на нашем сайте. Вот, и вы меня не раз спрашивали, а как принять участие? Очень просто, надо просто приехать. То есть увидеть, прочитать, узнать дату, место, время и просто приехать. Мы максимально всегда открыты для абсолютно всех, а уж в юбилейный год и подавно. Денисе, огромное спасибо за участие в нашей передаче. Всегда очень интересно общаться о детях, о том, как с ними взаимодействовать, потому что это вопрос всегда актуальный, но это вопрос не только будущего, но и в том числе настоящего. Спасибо большое за участие. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова